Ну что ж, привет! У нас обед. Дети уже вернулись со школы. Саша спит. Ну а я занимаюсь тем, что я буду готовить, короче, курицу. Куриное филе. Я его уже посыпала солью, приправками. Возьму яички. Вот, смотрите, сколько у меня сырков в холодильнике. Возьму яички. Яйца. Возьму яйца. Так, сейчас мне нужна миска какая-то. Вобью в нее только куриные белки. Добавлю крахмал и буду так жарить. Так, на гарнир у нас будет рис. Поставим кипятиться водицу. А, кстати, я могла сразу горячую наличь, я не подумала. Не привыкла еще, понимаете. В общем, здесь у меня... Здесь у меня три белка. Сейчас закрою дверь, там Тимур с другом общается, играет в игру. В общем, три белка у меня здесь. И ложка столовая такая хорошенькая, крахмала. Вообще, я думаю, может быть, можно было даже четыре белка. Белка, ну да ладно. Чуть-чуть здесь тоже подсолю. Я, кстати, совсем недавно начала так готовить куриное филе. Оно получается тогда совсем не сухое. Такое вот реально вкусное, сочненькое. Детям очень нравится. Мужу тоже. Попробуйте. Я это, знаете, где подглядела? Я смотрела рецепты видео. Не помню, в Ютубе, по-моему. И это в комментариях под тем видео люди советовали вот этой вот блогерши, которая снимает рецепты. Что попробуйте, мол, вот так. И я попробовала. И мне очень понравилось. Так, здесь у меня 800 грамм филе. Сейчас приготовлю обед. Разбужу, наверное, Сашу. Ну, либо дождусь, пока он сам проснется. В принципе, он уже часа полтора, наверное, спит. И хочу сходить опять в город. Да, вот такой вот я шопоголик, подумаете вы. На самом деле, я вчера так же сама приготовила обед. Дождалась, пока проснется Саша. Пока собралась. Ну, потому что Милану не оставишь, знаете, просто так, без присмотра. Ладно, Тимур там уже большой. Ну, и вот. И, короче, я собралась, пошла в город. А потом же ему надо было к доктору. Я буквально полтора часа. Это почти ничто, если учесть, что я почти сейчас, наверное, мерила купальники. Потом прибежала быстро домой. И не успела даже в ДМ зайти. Хотя у меня в планах было много чего купить. Я вчера маме рассказывала. Мама говорит, и что? И что ты хотела купить? Я задумывалась, даже не могу вспомнить, что так сходу. Но много чего. Все, мне нужны кексы пеленки. Я хочу купить лезвие. Знаете, такое обычное нормальное лезвие. Вот здесь вот, вот здесь вот, короче, плиту оттирать. Вот мне почему-то скребком не так удобно. Вроде как и остров, вроде как и все. Но лезвие ты можешь подогнуть, как тебе нравится. Знаешь, как тебе удобно. В общем, хочу купить лезвие. Потом мне нужна жидкость, чтобы с глаз косметика снимать закончилась. В общем, так, по мелочам. Еще что-то я думала. В общем, наверняка я что-нибудь забуду, конечно. Ну, хотя бы так. И нужно мне вернуть еще Артемкины шорты джинсовые. Все вроде остальное ничего. Но вот джинсовые как-то не так сели. Так. Рис, 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 рис. Ты где? А вот я где? Видите, как быстро закипает, когда плита индукционная? Момент просто. Сколько нам пакетика? Два. Спрашивают, почему я покупаю рис пакетик. А вот так мне удобно. Я знаю, мне нужно два-три пакетика. Сколько мне нужно, я варю. Я так привыкла. Не заморачиваешься. Сварил, вытащил, готово. Так, ты варись. Мой родной. Сейчас сковородочка прогреется и буду жарить. У Артема, кстати, сегодня школы нету. И он сегодня с самого утра, в 9 утра, поехал с друзьями кататься на великах. У них в планах проехать там, я не знаю, чуть ли не 100 километров. Наверное, вряд ли они осилят 100. На днях они с Сашей, по-моему, 73. Сколько проезжали вместе Артем с Сашей? И вот он мне периодически звонит, рассказать, где они. Но я-то знаю, где они. Потому что у меня есть приложение, вот это вот Family Link. Вот где у меня отслеживается, сколько они использовали интернета, чем они пользовались. Вот видите? Здесь у меня показано, что он сегодня в 30 минут в TikTok был. Минуту на сообщение потратила. В общем, короче, все видно, да? Сколько он расходовал. Ограничение 3 часа. Конечно же, я могу и разблокировать это все дело. Но что я хотела вам сейчас показать. То, что я вижу, вот видите, где он на данный момент находится. На данный момент он находится вот в этом пункте. Это Ротген. Короче, это находится... Сейчас покажу, на каком расстоянии от Ахина. Вот Ахин. Мы практически в центре живем, да? И вот они до сюда доехали. Я думала, что они еще немножко дальше проедут. Но нет, сказал, что уже скоро будут в обратную сторону ехать. Ну, едут не спеша. Куда им спешить? Не спеша, с остановочками. Набрали с собой еды. Артем взял тушенку. Сейчас я посмотрю, сколько километров от дома. Вот, смотрите. 18 километров они проехали от дома. Хотя это показывает маршрут на машине. Наверняка на велосипеде они ехали. Хотя нет, на велосипеде показывают. Не знаю, в общем, каким они путем ехали. Он сказал, что они километров 30 проехали. В общем, я думаю, в общей сложности их 50-60 преодолеют. Потом узнаем. Сделаю салат. Помидорчик с огурчиком. Огурчик какой-то такой уже. Мама вчера дала помидорки. Так пахнут. Такие ароматные. Правда, мам, за много мы столько не успеем. Может, съесть. Надо их выбрать из пакета. В общем, мама берет у себя, ну, на районе, в турецком магазине. И они вот реально такие вот, знаете, как должны быть помидоры. Такие прям вот вкусные. Ну, турки знают толку в овощах, крупках, правда? В общем, сейчас я их помою. Не буду делать салатик. Так его уберу, наверное, пока. В общем, вторая волна. Смотрю теперь купальники в ХМ. Саша мне уже вчера сказал, а купи сплошной. Вот, смотри, интересный. Салатенький. Но он мне говорил, красный, правда. Это тоже интересный. Вот этот миленький. Но мне такой верхний очень нравится. Вот красный есть. Ну, такой какой-то тускленький, что ли. Даже не знаю. Проблема в том, что сейчас мерить до сих пор еще нельзя. А без примерки набирать, тащить домой, потом возвращать, это, конечно, не очень. Но, похоже, придется. В некоторых магазинах можно уже мерить, а вот в некоторых нельзя. В этом пока нельзя. Что тут у нас? Смотри, беленький мог бы быть ничего, да? Вот, допустим, какие-нибудь такие трусики. Но мне не нравится, что здесь очень-очень плотные вот эти вот вставочки, да? Прям уж конкретно бетонные. Мне чуть попроще нравится. Этот цвет так себе. Синий вообще грустненько. Вот этот мне пока больше всего нравится. Вот этот мне пока больше всего нравится. И, кстати, есть такой даже раздельный, типа, с маечкой. Сейчас скидки. Это 10 евро всего стоит. Сзади, кстати, он такой ничего более-менее открытый, видите? Ну как? Не совсем все глухо. Хотя, если померить, наверное, короче, не знаю. Я примерно представляю, какой он имел в виду. Но таких я нигде не вижу. Блин, жарко в этом маске. Вот, смотрите, Артемке плавки нашла. А то у него одни и такие уже только-только. Какой-то Хенри Ллойд. Не знаю даже, что за фирма. Размер его 14-15 лет. Годится. Смотрите, стоит 8 евро сейчас. А вообще, да, вот нормальная цена. Здорово. Сама не знаю, что еще, знаете. Пока дойду до нужного магазина, чтобы отдать шорт, наберу еще всякого. Всем привет! Ну вот и я, ваш любимый и незаменимый Александр. Сейчас еду за Таней в город. Надо ее забрать и успеть рвануть хотя бы на часик, может и на два, на дачу. Только что встретил Артем. Артем был сегодня на покатушках на велике с друзьями. Они троем катались. По-моему, они им намотали сегодня 60 километров. Вот они в 9 утра уехали. А сейчас в полшестого вечера, вот только что он вернулся. И Артем говорит, папа, ты едешь в центр? Я говорю, да. Он говорит, ну смотри, ты сейчас можешь попасть. Я говорю, а в чем дело? Он говорит, у нас там шествие в городе. Большое шествие, много людей. Я не знаю, как это назвать. Но это, по-моему, собрались... Ну, типа, как вот в Америке, да. Я не знаю, причем это вообще Германия. Вот они собрались, типа, против расизма. Что вот это вот, я не знаю, что... Большое шествие, много людей, 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 много Я вот этого вот бардака вообще не понимаю, что сейчас происходит на самом деле Вот, они там устраивают шествие Что-то хотят обратить на себя внимание Мне кажется, что вот черные Я буду их так называть, черные, black, да Они же любят, как их black, они любят, да, а не африкана Значит, они будут вот черные Черные, они, тем самым, мне кажется, себя дискриминируют во всем мире Они во всем мире устраивают сейчас эти забастовки Пытаются обратить на себя внимание Я этого вообще не понимаю Я вообще не понимаю И то, что в Америке произошло, ну, это могло произойти с любым человеком В Америке каждый, ну, третий, если не каждый второй, черного цвета И то, что там произошло, да, это, конечно, это, конечно, выпиющие Это, конечно, человека, мента, полицейского Нужно наказать за это, да, тот, кто это сделал Когда погиб этот человек черной нации Это все правильно Но на месте этого человека мог быть любой Это мог быть китаец, это мог быть европеец Да кто угодно Кто угодно Но почему-то именно, когда вот произошло это с вот этим человеком Все, вот поднялось Поднялось это черное общество И сейчас по всему миру разносит вот этот вот дурдом Я согласен, что они имеют право на какие-то там забастовочки Пройтись, показать, рассказать Проявить свою какую-то позицию Но вот эти все погромы Вот эти все перекрытия дорог, движения в городах Это все бред За это нужно наказывать То есть, хотите, выступайте, но не мешайте людям жить Простым людям Вот, полицейский, конечно же, будет наказан за то, что он сделал Конечно, выпиющий случай Конечно, человек говорил там, да, что он умирает Но его никто не услышал, и так получилось Но я такие случаи также видел и в России Я видел видеосъемки, где также мент почти задушил человека в машине в России Вот, если бы не люди, проходящие мимо, вмешались То человек бы, скорее всего, тоже погиб Но об этом никто не говорит, да И никто из этого ничего не раздует, по сути Не знаю, я считаю, что все это неправильно Вот Погромы Мародерство Все это нужно пресекать, и пресекать жестко Бардак разводить вот нельзя Ну, у нас, слава богу, этого нету Но вот какие-то шествия Какие-то шествия не устраивают Но при чем здесь мы, при чем здесь наш тихий Ахин Я не понимаю Я еще раз повторяю В Америке каждый второй или каждый третий черного цвета И дискриминации как таковой нету Просто попался человек вот в такой замес неприятный Но это мог быть кто угодно Это лично такое вот Это лично мое мнение Бардак разводить нельзя Это нужно жестко пресекать Слушай, мы никогда вовремя, как никогда вовремя собрались на дачу Целый день дождь обещали и не было, только начало кафать У нас шествия не попало в городе? Нет, я в магазинах была, в коще шествия У меня свое шествия А ты сейчас фото высылал, а видео высылал, короче, вот эти вот, типа, против чего-то там расизма, что-то такое И, говорит, очень много людей шло Еще раз, моя надеясь там не будет, никого ноги заставляют целовать Ага, да, насчет того, что они целуют ноги в Америке, мне эти видео высылали Белые люди целуют ноги черным А это не расизм? Субтитры делал DimaTorzok 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 С пальмами не нашла, но Я читала комментарии Ольга молодец Стих написала уже Про что? Про пальмы, про Сергея А про Сергея Клубничка сегодня конкурс провести наверное мы успеем вечером короче мы и в инстаграм снимем и на влоге попробую камеру поставить не знаю как там будем делать то мы попытаемся сделать онлайн чтобы вот не было понятно что мы не переигрывали и не ждали нужно нам персона скажем так у нас есть любимчики в комментариях не ну те кто более активно понимаешь что вот этому человеку реально вот прям смотришь вот ну хотелось бы прямо зарплата потому что они смотрят постоянно пишет постоянно и не за какие-то там подарочки а просто так нам бы хотелось чтобы как бы вот может быть даже где-то они кто-то из них выиграл этот приз но такого не будет будет не все нет не предвзято будет все по-честному так как так как будет дочь пошел надо ехать на дачу точно что еще хотела а юля задавала сегодня вопрос комментариях саша я нечестно где-то скиншот есть про ребенка спрашивал как я отреагирую если то я забери меня четвертым я